Екатерина Редникова относится к той редкой группе актрис, которые снимаются не только в нашей стране, но и за ее пределами, причем, весьма успешно. Активно снимаясь у нас, актриса постоянно сотрудничает с кинематографистами других стран, в числе которых США, Великобритания, Франция, Канада и Турция. Родилась Екатерина в 1973 году в Москве. В старших классах девушка стала посещать театральный кружок и постоянно ходить на кастинги. Ее упорные попытки засветиться в кино увенчались успехом, и в 16-летнем возрасте она получила небольшие роли в двух фильмах, и когда, окончив школу, стала студенткой Гетиса, то уже имела небольшой актерский опыт. Будучи студенткой, Катя продолжала сниматься, а, закончив в 1994 году в ВУЗ, стала играть и на театральной сцене. Но, все же, молодую актрису больше привлекало кино. Не прошло и трех лет, как она, исполняющая до этого небольшие роли, смогла сделать настоящий прорыв в своей карьере. Это была драма «Вор», вышедшая на экраны в 1997 году, где Екатерина Редникова и Владимир Машков сыграла главные роли. Фильм имел грандиозный успех и был номинирован на премию «Оскар», а Екатерина получила премию «Ника» в номинации «Лучшая женская роль». Казалось бы, что теперь карьера актрисы должна пойти вверх, но тут в отечественном кинематографе наступил застой, который вызвал дефолт, и она отправилась в США. Нельзя сказать, что там актриса мгновенно добилась успеха, но через некоторое время Екатерине удалось закрепиться и в американском кинематографе. Причем, на нее обратили внимание не только голливудские режиссеры, но и кинематографисты других стран, и даже после того, как она вернулась в Россию, ее периодически приглашали на съемки зарубежные режиссеры. Начиная с 2004 года, актриса продолжила свою творческую деятельность в нашей стране, и стала регулярно сниматься, получая в основном главные роли. Ее фильмография быстро стала наполняться новыми проектами, среди которых можно отметить такие, как «Убойная сила 6», «Смерш», «Подарок судьбы», «Стерва», «Обнимая небо» и «Семья маньяка Беляева». Сегодня в ее творческой копилке собрано 60 ролей, а в 2018 году уже вышли два фильма, в которых она сыграла главные роли «Впереди день» и «Ласточка», а также еще один «Ильинский рубеж» находится в производстве. Если говорить о личной жизни актрисы, то в 2008 году она вышла замуж за Сергея Конова, американского продюсера, с которым за пару лет до свадьбы познакомилась на съемках голливудского триллера «Коптивити» «Похищение». Несмотря на то, что супруг был на 20 лет старше актрисы, это не помешало ей влюбиться в него, и в 39-летнем возрасте решится на рождение ребенка, сына Лавра, который появился на свет в 2012 году. Спустя три года поползли слухи, что в звездной семье не все гладко, подтверждением чему стал тот факт, что актриса на светских мероприятиях стала появляться вместе с аргентинским аристократом Алехандро Зичи Тисон. А на сегодняшний день так и неизвестно, что происходит в ее личной жизни. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?